МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа событий на телеканале экспресс, в студии Димит Густов. Здравствуйте. О главных новостях к этому часу в ближайшие 30 минут. Крещение в десантнике в день ВДВ. Съемочная группа Медиахолдинга-экспресс совершила прыжок с парашютом. Пойдем! И теперь я этот праздник буду помнить всю свою жизнь. Прежде чем приступить к основному этапу, необходимо познакомиться. Творческая составляющая первого дня военно-патриотических сборов гвардейц. Мы в будущем нашей страны! Увеличение пенсии более чем у 74 тысяч граждан, кто и когда может рассчитывать на прибавку. Умножив на три, мы получим максимальную сумму. Какой праздник отмечают 2 августа, знают, пожалуй, все. Даже те, кто далек от военной службы. День воздушно-десантных войск – особенный день. Элит российской армии. Все бойцы проходят серьезный отбор. Солдаты выполняют сложнейшие задачи. Отличная физическая подготовка, строжайшая дисциплина, настоящая преданность своему делу, воинскому долгу. Традиционно в нашей стране день ВДВ отмечают с размахом. Естественно, представители крылатой пехоты совершают прыжки с парашютом. Однако в этом году к ним присоединилась и съемочная группа медиахолдинга «Экспресс». Журналист Алексей Павлов и видеооператор Павел Пеканов покорили высоту в тысячу метров. О том, как это было, далее. День ВДВ – праздник объединения и встреч. Для тех, кто служил в воздушно-десантных войсках, 2 августа – повод вспомнить своих товарищей и, конечно, прыгнуть с парашютом. Игорь Веров впервые сделал это еще в 1979-м, но ощущения помнят по сей день. Просто летишь и наблюдаешь звук, свет, все вот это. Тишина. Вроде шум мотора, потом и тишина. Пошел! 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 505, купол! Любовь к небу объединила не только десантников, но и всех, кто жаждет экстрима. Ежегодно отметить праздник прыжком с парашютом в Сосновке собираются десятки человек. Среди них и телеоператор медиахолдинга «Экспресс» Павел Пеканов. Привет всем! И снова с 29-м прыжком. Отлично все. Приземляемся. Учился и закончил воздушно-десантное командное училище. Прыжки у нас были обязательны. Первые прыжки, конечно, очень боязно. Первые я пролетел над куполом у товарища. Нас за это наказали хорошенько. После этого все прекрасно было. Вторые, третьи прыжки, конечно, все равно закрываешь глаза. А после этого начинаешь открывать и чувствовать какой-то кайф. Помимо опытных десантников и парашютистов, всегда есть и желающие прыгнуть первый раз. Глядя на всех, кто решил сегодня прыгнуть первый раз, я тоже отважился на это. И вот у меня уже в руках удостоверение за первый прыжок с парашютом. Эмоции колоссальные, непередаваемые. С тысячи метров я прыгнул, и это было великолепно. И еще сделаю это в день ВДВ, и теперь я этот праздник буду помнить всю свою жизнь. Пожилые, взрослые и даже дети прыгнуть с парашютом допускают всех, кто прошел соответствующую подготовку и знает, как действовать в воздухе. Всего в день ВДВ на полигон в село Сосновка приехали порядка ста человек. Они проходят инструктаж, тренировку, медицинский осмотр, после этого допуск парашюта. Ну и, как видите, инструктор, специальный прибор, следить за каждым, кто летит и как летит. Для проведения прыжков с парашютом в день воздушно-десантных войск специально прилетел самолет из Саранска, проверенный временем советский Ан-2. Машина поднимала добровольцев на тысячу метров. Каждый год у нас в день десантников 2 августа проводили вот эти прыжки. Люди приезжают, прыгают, ходят довольны. Традиция отмечать так. День ВДВ живет в регионе уже несколько лет. Но этот год для всего сообщества особенный, ведь Пензенскому аэроклубу в 2023 исполнилось 100 лет. Военнослужащих и ветеранов ВДВ сегодня поздравил и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Глава региона выразил искреннюю благодарность солдатам. Цитата. «Крылатые пехотинцы покрыли себя неувидаемой славой в суровые годы Великой Отечественной войны при выполнении интернационального долга в горячих точках планеты». Олег Мельниченко также отметил, что перед десантниками сегодня стоят задачи по защите национальных интересов. «Голубые береты» активно принимают участие в зоне проведения своего. Решают самые сложные задачи. Ну а в центре Пензы сегодня прошел ряд мероприятий, посвященных празднику. У мемориала «Афганские ворота» собрались ветераны ВДВ. Все они в разное время выполняли свой воинский долг. Многие прошли Афган, Чечню. У каждого за плечами десятки прыжков с парашютом. Павел Лютов подробнее о торжествах в честь годовщины образования воздушно-десантных войск. «Частичка яркого неба на земле у каждого. На гимнастерках ордена и медали, а на головах голубые береты. Без этих атрибутов обмундирования невозможно представить настоящего десантника. Будь то молодой боец или ветеран». «Наша отличительная особенность – мы гордимся, что когда принимали присягу, нам давали берет. И мы гордостью носили его, чтобы не пострамить в себя память наших дедов, отцов». День воздушно-десантных войск для этих людей – праздник особый. Его давно отмечают не только военнослужащие, но и их родные и близкие. Даже полосатые тельняшки многие надевают, как у старшего брата или папы. «Он, конечно же, десантник, и он пример для всех нас, для всей нашей семьи. У нас есть традиция, каждое 2 августа мы всей семьей приходим на празднование этого дня». «Варгелов наш, десантный батя, а Галазунов – десантный текст». «За ВДВ!» «Слава ВДВ! Слава ВДВ!» Официальная торжественная часть праздника в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск в Пензе проходит у мемориала «Афганские ворота». «От имени губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко поздравляю вас с замечательным праздником, днем воздушно-десантных войск, которые празднует вся наша страна». «Расплескалась синева, расплескалась, по зельняшкам разлилась, по билетам». «Воздушно-десантные войска прошли славный боевой ратный путь. Имеют богатую историю, начиная с создания самых малочисленных отрядов, у истоков которых стоял в нашей земле генерал-лейтенант Галазунов». «Еще отдельно хочу отметить один момент. Десантники умеют не только праздновать и отдыхать, они умеют и работать. Очень многие ваши друзья сейчас находятся в зоне СВО, которые принимают участие в качестве добровольцев. Есть очень много людей, которые у нас занимаются гуманитарной миссией, в том числе и в Пензенской области». За большой вклад в развитие и укрепление боевого содружества, активное участие в патриотическом воспитании молодежи, ветеранам ВДВ вручили почетные грамоты и благодарности. Завершился митинг у афганских ворот «Минуты молчания», после чего собравшиеся возложили цветы к вечному огню. Красочное открытие военно-патриотических сборов в «Гвардеец» прошло накануне на базе артиллерийского инженерного института. Событие важное, тем более в этом году сборы юбилейные. Их проводят в десятый раз. Поприветствовать участников прибыли высокопоставленные гости, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Две недели будет у школьников, чтобы пройти через все трудности настоящей армейской жизни. Уже сегодня ребята приступили к работе. В первый день перед ними поставили задачу представить свой регион. Своеобразная визитка, где юношам необходимо проявить все свои творческие способности. Таким образом, организаторы хотят и познакомить участников между собой. Однако не стоит забывать, что это тоже испытание, где есть победители. Александр Маркеев наблюдал за выступлениями гвардейцев. Первое задание гвардейцев в рамках смены – оригинально представить свой регион в творческом конкурсе. Естественно, он носит соревновательный характер. Без этого в жизни лагеря никуда. Давайте посмотрим. Последние минуты перед стартом творческого конкурса команда из Башкирии использует с максимальной пользой. Что называется, привыкает к сцене. Никаких ограничений у гвардейцев нет. Представлять родные регионы можно с использованием костюмов, аудио и видеосопровождения, различных атрибутов. На правах хозяев испытания открыли представители Пензенской области. Под руководством воевода Юрия Катранского в мае 1663 года был построен город-крепость по велению царя. За семь минут нужно рассказать о родном регионе так, чтобы у зрителей в зале, участников других команд и членов жюри, возникло желание их посетить. Судьи также учитывают артистизм, жанровое многообразие и отражение аспектов патриотической идеи. Любой человек должен обладать минимальным набором знаний о своей родине, а самое главное, дарить чувство патриотизма всем вокруг. Поэтому без такого умения качественно и грамотно рассказать о том месте, откуда они приехали, о той идее, которая объединяет их родной край, вот это желание было у организаторов, когда создавали этот конкурс. Мы придумали все за один вечер. Ребята молодцы, все быстро очень придумали. Мы старались. Я бы сказал, что даже мы очень постарались настолько сильно, что у нас будет самое лучшее выступление. За тематику мы взяли татарские танцы. Мы хотим показать, насколько Татарстан велик и насколько его танцы красивы. Представить свой регион танцевально решили и уроженцы республики Мариэлл. За выступления командам начисляются баллы, которые пойдут в общий зачет. Итоги подведут в конце оборонно-патриотических сборов. Гвардейцы. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. И пока дети находятся на отдыхе, в образовательных заведениях кипит работа. Некоторые учреждения за лето серьезно преобразятся. В федеральную программу по капитальному ремонту попали 6 школ города. Необходимо, чтобы объекты были завершены в срок. Поэтому ход реконструкции на постоянном контроле. В том числе и министр образования области. Второе рождение здания 51-й школы. На 54-м году жизни строение образовательной организации в заводском районе Пензы меняется на глазах. Ярким фасадом, надежной кровлей и чистыми, опрятными внутренними помещениями встретит ребят 1 сентября. К капитальному ремонту здесь приступили в апреле. Трудится местный подрядчик, у которого уже есть опыт. В 2022-м он выполнил комплекс работ в 46-й школе. Работа по электрике в самой школе выполнена процентов на 99%. Отопление, канализация, водоснабжение 100%. Фасад 99% выполнен, по крыше процентов, наверное, на 85%. Окошки установлены полностью на 100%. О степени готовности объекта руководитель подрядной организации докладывает министру образования области. Алексей Комаров объезжает все школы, попавшие в программу капитального ремонта. В Пензе таких шесть. Проделанной работой главный педагог региона остается доволен. Все в графике. Не отстает от строительной составляющей и комплектования материально-технической базы. По перечню обязательного оборудования, которое необходимо закупать, это парты, это стулья для того, чтобы нашим детям было комфортнее учиться. Ну и по возможности новое компьютерное оборудование. По компьютерному оборудованию отдельно подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко. Его необходимо комплектовать для того, чтобы класс информационных технологий у нас комплектовались и обновлялись в каждой образовательной организации. На капитальный ремонт школ финансирование идет из бюджетов трех уровней. Федерального 92%, три из регионального и пять из муниципального. Плюс город тратит средства на проведение дополнительных работ, без которых порой не обойтись. В 51-й это строительно-косметические процедуры в спортзале. Что же касается благоустройства дворов, то оно проводится везде, где идут серьезные работы по модернизации учреждений системы образования. Уже начали заборы, это в рамках наших муниципальных денег. И после того, как отремонтируют входные группы, будем делать асфальт. В середине августа должны завершить работы. И начнется приемка образовательной организации к новому учебному году. Ребят встретит яркое, уютное здание, при разработке колористического оформления которого опрашивали и детей, и их родителей. Учится в пределах 625 человек. В общем-то, вот эта цифра варьируется лишь в небольшом. У нас 28 классов. У нас есть дети, которые с ограниченными возможностями здоровья обучаются в нашей школе. Поэтому им особенно нужно, чтобы было тепло, хорошее освещение, потому что есть дети с нарушениями, и зрение, и слуха. Поэтому школе, конечно, повезло, что мы попали в эту программу. Сейчас в регионе довольно жарко. Сотни людей отправляются к водоемам, чтобы искупаться. Однако многие забывают, что делать это можно исключительно в специально оборудованных местах, где регулярно дежурят спасатели. На этой неделе уже есть погибший, в том числе и ребенок. Необходимо помнить, вода ошибок не прощает. Трагедия может случиться с каждым, даже если вы профессиональный пловец. Стихия – вещь непредсказуемая. Шумные водовороты и непредсказуемые потоки. Поразительно, но купаться здесь, возле плотины УТЦ-1, люди все же решаются. И, судя по количеству пустых бутылок на берегу, далеко не всегда в трезвом виде. Из года в год есть погибшие. Знаете, да, что два несчастных случая? Да. Конечно, уже в курсе. Рейд и настоятельные предупреждения о том, что здесь купаться запрещено по горячим следам. Именно здесь, в начале этой недели, погиб мужчина. В воду, как говорят очевидцы, он зашел вместе с ребенком. Позднее, ниже по течению его тела, обнаружили рыбаки. Вчера как раз отдыхал. Сам момент не видел, а просто увидел то, что полиция приехала, там скорая. На тех, кого удалось застать в воде, составляют протокол. Женщине, рискнувшей своей жизнью, грозит штраф от 500 рублей. Однако, даже после напряженной беседы с представителями власти, горожане остаются у кромки Суры. И это уже не считается нарушением. Здесь не говорится о том, что нельзя находиться на пляже. На пляже, пожалуйста. Единственное, в воду не надо заходить. Купаться нельзя. А на пляже, ради бога, пожалуйста, пусть отдыхают люди. И хотя сами чиновники многолюдный берег у ТЭЦ-1 пляжем неофициально называют, все же таковым он считаться никак не может. Скорость течения здесь больше допустимых полуметра в секунду, у дна неровный рельеф и слишком близко находится гидротехническое сооружение. Гидротехнические сооружения должны находиться от пляжа не менее 1000 метров ниже по течению. Здесь, вы как можете видеть, здесь буквально метров 200-250 от гидротехнического сооружения. Естественно, скорость течения превышает допустимые значения. И рельеф дна не позволяет здесь организовать пляж. Сотрудники района и администрации управления по делам гражданской обороны ИЧС постарались предупредить каждого, кого удалось застать у воды в этом злополучном месте о той опасности, которую в себе таит течение, рассказать о правилах безопасности. Здесь же у плотины на ТЭЦ-1 организован пункт дежурства спасателей. В этом году патрульно-постовая служба будет отмечать свой 100-летний юбилей. Первое упоминание о ней появилось еще во времена Российской империи. А вот в 1923-м утверждена так называемая инструкция постовому милиционеру. От этой даты идет отчет. Подразделения были созданы практически во всех крупных городах страны. А вот как сегодня трудятся те, кто выбрал одну из самых сложных и опасных профессий? Расскажем. Дневные, вечерние и ночные смены. График работы у сотрудников патрульно-постовой службы «Сменный». Ежесуточно до полицейских доводят оперативно значимую информацию. Она касается происшествий, зарегистрированных в регионе. После инструктажа наряды выдвигаются на заданные маршруты. В каждом районе города дежурят экипаж и несколько пеших патрулей. Приказу заступить на службу по охране общественного порядка на территории Ленинского района города Пензе. Строго соблюдать законность, культурное и вежливое общение с гражданами. Вольно. Полицейских Екатерина Харитонова в органах внутренних дел с 2007 года. Она решила пойти по стопам отца, который отслужил в подразделении ППС. Три десятка лет. Работаю для того, чтобы жители нашего города, также гости нашего города были уверены в том, что полиция всегда придет к ним на помощь и никогда не бросит их в беде. Ее напарник Вячеслав Артамонов служит шестой год. Изначально хотел попробовать свои силы в новом направлении. Теперь же уверен. Патрулирование городских улиц – работа важная и нужная. Нередко удается оказать помощь пострадавшим от преступников или несчастных случаев. За время несения службы у нас происходят различные происшествия. В марте месяц шел мужчина по тонкому льду. Им срочно нужно было оказать помощь непосредственно. Прибыв на место, мы с напарником выдвинулись. Данный гражданин уже, я считаю, дошел до половины Суры, реки Суры. После чего он там упал, лежал неподвижно. Лед был тонкий, талый. Мы с напарником рисковали, конечно, жизнь, чтобы не провалиться под лед. Но дошли до него и вытащили. Сегодня это самое многочисленное структурное подразделение МВД России. 2 сентября его сотрудники отметят профессиональный праздник по случаю 100-летнего юбилея со дня образования службы. Сейчас ненадолго прервемся, а после продолжим. Не переключайтесь. 4 августа в селе Чемодановка, улица Фабричная, 79-2. Открытие нового магазина Скидкина. Специальное предложение. Масло Подсолнечная Слобода, 97-90. Жизнь мужчины – это вы. За какую команду болеть? Какую профессию выбрать? С какими людьми дружить? И с кем связать целую жизнь? Каждое решение влияет на твою судьбу и судьбу твоих поисков. Но сегодня твой выбор может повлиять на судьбу страны. Защити свое будущее и будущее своих детей. Служи по контракту. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки. Учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. В Пензенской области 365 тысяч получателей страховых пенсий по старости. Среди них есть отдельная категория граждан. Это работающие пенсионеры. Их в регионе 74,5 тысячи человек. Так вот, с 1 августа этого года проводится перерасчет данных выплат. Причем размер прибавки зависит от нескольких факторов. Все детали в репортаже Натальи Васильевой. Семь лет назад Владимир Корчагин вышел на заслуженный отдых. Он длился недолго. Мужчина устроился дворником и приобрел статус работающего пенсионера. Дома на диване лежать. Это, извините, из выражения однепролежь не появится. Хочется жить получше. Ни в чем себя не отказывать себе. Корчагин получает зарплату. Сумму умалчивает. И еще около 14 тысяч рублей. Это выплата по старости. Она ежегодно индексируется. Вот и сейчас настал период прибавки страховой пенсии для работающих. А их в регионе около 100 тысяч человек. Максимальная сумма увеличения не более трех пенсионных коэффициентов. Один равен 123 рублям 77 копейкам. Умножив на три, мы получим максимальную сумму увеличения с 1 августа, которая может быть. То есть 371 рубль. Сумма увеличения у всех разная. Зависит от уровня заработка получателя пенсии, который был в 2022 году. То есть в нашей области средний размер увеличения с 1 августа составляет 226 рублей. Индексация учитывает количество страховых взносов, выплаченных работодателем. Увеличение трудящийся пенсионер ощутит, когда уволится. Размер его ежемесячного пособия будет пересмотрен с учетом всех индексаций за годы работы. Также последний летний месяц принес прибавку обладателям накопительных пенсий и срочных выплат по линии социального фонда. Первым достанется по 101 рублю, вторым в среднем по 160. Это те лица, у которых накопительная пенсия была назначена за счет средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета. А срочная пенсионная выплата – это тем лицам, которые участвовали в программе дополнительного софинансирования, то есть отчисляли дополнительно страховые взносы. Эта прибавка касается порядка тысячи человек. В семье зарождается основа нашего будущего, поэтому очень важно оценить и беречь семейные традиции. От того, насколько крепка такая ячейка общества, зависит стабильность и устойчивое развитие района, региона и в целом страны. Для тех, кто служит примером супружества в России, в 2008 году была учреждена общественная награда – медаль за любовь и верность. Герои нашего следующего сюжета как раз одна из таких пар. Как и 28 лет назад, свадебный марш Феликса Мендельсона звучит в честь Сергея и Надежды Аграфоновых. Супруги с солидным семейным стажем вновь в стенах Октябрьского ЗАГСа. И так же, как в первый раз они волнуются, а еще вспоминают дела минувших дней. Новые, наверное, переживания какие-то. Мы осознали, сколько прожито за это время, сколько проделано, наверное, работы такой вот трудоемкой. Сергей Александрович – священнослужитель Надежды Николаевны, медицинский психолог в социально-реабилитационном центре для детей молодых инвалидов в Кичкелейке. Через 28 лет после бракосочетания семейные пары отмечают Никелеву свадьбу. Существует поверье, что своим названием эта годовщина напоминает о том, что жизнь нужно наполнять сиянием, даже после долгого супружества. А помогают им в этом дети. У Аграфоновых шестеро родных и четверо приемных. Для них мама и папа – люди особенные. Необыкновенные и самые любимые. Верные и любимые. Самые-самые лучшие. На память об этом дне супругам Аграфоновым вручили грамотную награду «Медаль за любовь и верность». Она была учреждена в 2008 году для тех, кто давно доказал искренность своих чувств. Пары, которые постарше, которые уже прожили не один десяток лет, они уже, конечно, понимают, что семейная жизнь – это не просто эмоции, но это где-то и уступки друг другу для того, чтобы прожить совместную долгую счастливую жизнь. Кстати, за время существования медали «За любовь и верность» ее получили около тысячи пензеновских семей. А в 2023 году в области к этой награде представлены 66 пар. Таким увидели сегодняшний день я и мои коллеги. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Ну а прямо сейчас смотрите французскую комедию «Жмот». Это история о талантливом, но невероятно скупом музыканте. Мания экономить превращает его в выдержимого, а любая трата ввергает в панический ужас. Однако в один день жизнь Франсуа резко меняется. Да не бун в комедии «Жмот» через несколько минут на телеканале «Экспресс». Я же с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. В восточных районах Пензенской области преимущественно малооблачно. Местами небольшой дождь. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...